Следующее движение. Волнообразное заглаживание подбородка. Мы выполнили заглаживание по массажным линиям сверху вниз. Раз, два, три, четыре. И руки остановились под нижней челюстью. Правая рука под подбородком скользит к левому уху и выполняет зигзагообразное поглаживание нижней челюсти до середины подбородка. На середине подбородка указательный пальчик переносится под нижнюю губу, а средний пальчик остается под подбородком. Делаем фиксацию подбородка и правая рука продолжает полнообразное поглаживание подбородка к мочке правого уха. Левая рука выполняет симметричное движение. Под подбородком скользит к мочке правого уха. Выполняет зигзагообразное поглаживание нижней челюсти. Делает фиксацию подбородка и продолжает зигзагообразное поглаживание к мочке левого уха. Каждая рука выполняет такое движение трижды. Следующее двадцатое движение называется пирожок. Остановились мы на нижней челюсти, руки скользят под подбородок, средние и указательные пальчики оказываются в ямке под нижней губой, большие пальцы под подбородком. Большие пальцы приподнимают поглаживая подбородок и затем руки расходятся зигзагообразными движениями к мочкам уха. Движение повторяем трижды. Еще раз повторим. Следующее движение называется эпидермальные щипки. Оно идет под номером 21. Руки переносятся на середину подбородка и всеми пальчиками выполняем щипки по массажным линиям. По каждой массажной линии, от подбородка до мочки, от угла рта до козелка, от крыла носа до виска, выполняем по 8 щипков каждой рукой трижды. Я сделаю для левой части лица. Точно так же повторяются щипки для правой части лица. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 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 Теперь по этой линии массажной, теперь по этой линии массажной. И симметрично повторяем движение по противоположной части лица. Теперь по этой линии, теперь по этой линии. Затем делаем заглаживание. Это 22 движение. Второе движение можно еще назвать круговое разминание подбородка и щек. После эпидермальных щипков руки переносим под нижнюю челюсть и делаем по три круга. От подбородка до начала щеки. Затем от подбородка до середины щеки. Затем от подбородка во всю щеку. 22 движение, называемого круговое разминание подбородка и щек, переходим к 23 движению, называемому улитка. Оно несложное, но довольно-таки много там всяких мелочей, поэтому в следующем видео я уже покажу улитку. До встречи! Пока!